Всем добрый день! Я приветствую вас на своем канале. Здравствуйте! Я нахожусь возле выхода из метро Алтуфьева. Здесь находится сад, парк, который называется парк пяти деревень. Это самый такой скандальный, нашумевший, нелюбимый сквер жителей этого района, района Алтуфьева и Биберева. То есть просто огорожена вот таким вот забором зеленым с арочками. Огорожена территория. Ни фонарей, ни лавочек, ничего здесь нет. Хотя задумка была хорошая. На самом заборе появились названия тех самых пяти деревень, в честь которых назван этот, так сказать, сквер. Почему-то в качестве декора выбран был клевер. Непонятный такой ирландский акцент. Здесь вот Подушкино. Здесь Юрлова или Юрлова. Это полностью пропавшая деревня. Однако в соседнем районе есть Юрловский проезд, названный в честь этой деревни. Неклюдово. Неклюдово это еще одна деревня, которая просто растворилась в Москве. От нее остались только пруды Барской усадьбы, которые сейчас находятся около МКАД. Так, и здесь же, опять-таки, Людово, в общем, Биберево и Алтуфьево. Здесь три села и две деревни, по-моему. Очень милое окошечко наверху, как будто бы на заборе, где написано, что это сад, парк, пяти деревень. Вот я вошла на территорию этого сквера. Вот вы видите, здесь только вот этот вот, не знаю, наверное, хватило денег поставить вот этого вот, кто это, Суслик, Барсук, я не знаю, Бобер почему-то. И вот я люблю Биберево и все. Ну, также здесь есть такие вот висят таблички, которые рассказывают, вот вы видите, что он создан в память о трех селах. Алтуфьево, Биберево и Неклюдово и двух деревнях, Подушкино и Юрлово, которые располагались на территории современного района Москвы Биберево. В общем, вот такая вот достопримечательность появилась здесь. Вот тоже история. Алтуфьевское шоссе было построено в 2014 году на средстве семьи московских купцов немецкого происхождения. И вот такая история. Ну, это как-то еще облагородили, эти таблички повесили не так давно. А до этого был просто забор с глухими такими воротами. Один только был вход, то есть они перегородили вообще проход. Раньше можно было пройти наискосок. Сейчас надо все это обходить. Ни скамеечек, ни клумб, ни какого-нибудь фонтанчика или скульптурки, ни фонаря, ничего на территории этого парка. Сквера, вернее, нет. Вот и непонятно, зачем делали. Если отмывали деньги, то, наверное, отмыли. А если хотели сделать людям приятное и место отдыха, то, наверное, не за таким забором нужно было это делать. Вот такое коротенькое видео. Я всем желаю здоровья, добра и удачи. Всем всего самого-самого доброго. Спасибо вам, что вы смотрите мои видео. Жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. До свидания. До встречи.